Джани Радари Джани Радари. Фиалка на Северном полюсе. Однажды утром на Северном полюсе белый медведь почувствовал в воздухе какой-то необычный запах и сказал об этом большой медведице. А малая медведица – это его дочь. Разве снова приехала какая-нибудь экспедиция? Но оказалось, что дело было не в этом. Оказалось, что медвежата нашли фиалку. Она была совсем маленькая, дрожала от холода, но продолжала источать свой аромат, потому что это было ее профессией, ее призванием. Папа, мама, идите сюда, позвали медвежата родителей и показали им свою удивительную находку. «Я сразу сказал, что тут что-то не так», заметил белый медведь. «По-моему, это не рыба». «Я не уверена в этом», – ответила большая медведица. «Но это даже не птица». «Ты тоже права», – сказал медведь, сначала порядком подумав. К вечеру по всему северному полюсу разнеслась новость. Маленькое, странное, ароматное существо лиловатого цвета появилось в ледяной пустыне. Оно стояло только на одной ножке и не двигалось с места. Посмотреть на фиалку собрались моржи и тюлени, олени. Прибыли олени из Сибири, из Америки муксусные быки, а из совсем далеких краев пришли белые лисицы, волки, прилетели морские сороки. Все восхищались незнакомым цветком, его трепещущим стеблем, все вдыхали его аромат. И, что самое странное, чудесного запаха хватало на всех. И для тех, кто все подходил и подходил, его было столько же, сколько раньше. «Раз она излучает столько аромата», — сказал один морж. «Значит, у нее подо льдом должен быть целый запас его». «Хм, я сразу сказал, что тут что-то кроется», — проговорил белый медведь. Он сказал не совсем так, но этого никто не помнил. Чайка, которую послали на юг разузнать что-нибудь про странное явление, вернулась и рассказала, что маленькое ароматное существо называется фиалкой и что в некоторых странах растут миллионы таких фиалок. «Ну, в этом нет ничего нового для меня», — заметил морж. «Вопрос в другом. Вот как она попала сюда? Я скажу вам все, что думаю по этому поводу. Я просто не знаю, какую рыбу хватать». «Я не понял, что он хотел сказать», — спросил белый медведь у своей жены. «Он хотел сказать, что не знают, какую рыбу хватать. Другими словами, он просто растерян». «Вот», — воскликнул белый медведь, «это как раз то, что я и думаю по этому поводу». В ту ночь над северным полюсом разносился страшный грохот. Вечные льды дрожали, как стекла, и раскалывались на куски. А фиалка излучала столько чудесного аромата и такого сильного, как будто она решила сразу за один день растопить эту огромную ледяную пустыню, чтобы превратить ее в теплое голубое море или в зеленый бархатный луг. Бедняжка так постаралась, что силы ее иссякли. К рассвету она увяла, головка ее поникла. Она потеряла свой цвет, а вместе с ним и жизнью. Если перевести на наш язык то, что подумала она в последнюю минуту, то это прозвучало бы примерно так. «Вот я умираю». Но это не важно. Важно, что кто-то начал борьбу. И в один прекрасный день здесь распустятся миллионы фиалок. Льды растают, и появятся здесь острова, покрытые лугами, цветами, и по ним будут бегать дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова